Всем привет! Сегодня будет очередной обзор бижутерии с сайта Алиэкспресс на моем канале. Начну я с китайского чуда, очередного китайского чуда китайской упаковки. Сегодня мне приехали сережки для моей дочки. Это очередные божьи коробки. Но каково было мое удивление, когда мне на почте дали вот такую вот достаточно немаленькую коробочку. А так как почты я получаю обычно очень много, я была удивлена тем, что же я такое заказала, что мне прислали в коробочке. Когда я открыла коробочку, я просто меня разразил дикий смех. Там лежали всего лишь вот эти вот сережки божьей коробки. Это я уже подготовила к обзору их вот на эту губку прицепила. Вот в таком вот пакетике просто они лежали вот в этой вот огромной для них коробке. По всей вероятности китаец хотел, чтобы не повредились гвоздики в этих сережках или что он хотел, или другой упаковки может в магазине нет. Но для меня было странно, что для таких вот маленьких, маленьпусеньких сережек вот такая вот огромная коробка. Собственно, сережечки хорошенькие, очередные божьи коробки. В прошлом обзоре я показывала вот такие божьи коробки. Стоят эти божьи коробки недорого, 60 рублей. У меня ребенку нравится, я покупаю. Заострять внимание на этих сережках я не буду. Переходим еще к одному интересному моменту на Алиэкспресс. Были заказаны у меня сережки. И так получилось, что у меня иногда, знаете, бывает, не бывает памяти, и я могу совершенно одинаковые серьги заказать с интервалом в неделю или в две недели. Ну, бывает у меня такое. Случается. В этот раз у меня получилось, в принципе, практически так же. Заказала сережки-цветочки. И думала, что они одинаковые. Даже немножко расстроилась. Думаю, господи боже мой, где же были мои глаза? И цена у них разная. Одни подороже, другие подешевле. Но когда сережки приехали, я увидела разницу. Вот эти вот сережки, которые были подороже, посмотрите внимательно, у них разные замочки. То есть у этого маленький замочек, вот этот вот кружочек, а у этого большой. И при этом, сейчас вставлю, чтобы было рядом видно, у них даже разные цветочки. Внешне на фотографии может показаться, что они одинаковые, но на самом деле вот этот цветочек меньше вот этого. И у них разные серединки. Сейчас попробую ближе-ближе показать. То есть у этих сережек просто такая точечка, а там сделано что-то такое вроде типа тычинок и пестиков, что-то прям вот прям такое-такое. Но при этом и те, и другие сережки, они с цирконами, они очень-очень блестят, очень хорошего качества. Мне такие серьги вообще нравятся вот с этими цветочками. Я просто от них балдею. И были заказаны мной же вот такие еще цветочки-сережки вот такого плана с искусственным жемчугом. Сразу хочу сказать, что искусственный жемчуг – это гвоздики. Сережки очень-очень легкие. И жемчуг сделан практически как натуральный. То есть это очень качественная подделка. Он имеет такой перламутрово-радужный налет. Вот эта вот бусинка. Очень красивые, очень легкие. На ушах серьги мне понравились. Я вообще не очень люблю гвоздики. Дочка моя вообще в восторге от этих сережек. Она там ахала-охала. Ой, как они блестят. Ой, какие они красивые. Мама ты королева. В общем, было что-то вот в этом роде. Сережки очень-очень мне понравились. Рекомендую. И в завершении вот такие вот сережки у продавца можно выбрать цвет. Тоже заказывались для дочки. Но, как обычно у нас-то бывает, приехали серьги. И что мне сказал ребенок? Мама, я не хочу с розовыми камушками. Закажи мне с голубыми. Я теперь розовый цвет не люблю. Такое у нас бывает. Такая перемена настроений. Здесь сережки вот с таким вот замочком. Вот так он застегивается. Что еще могу сказать? Серьги вот эти имеют клеймо 925. На вот этих серьгах клейма 925 я не нашла. На этих серьгах тоже клейма 925 я не нашла. И на этих тоже не нашла. Но это, в принципе, не имеет никакого значения. Я уже говорила по поводу китайского серебра с клеймом 925. Ничего это не значит. В лучшем случае это посеребрение. Только. Но это прекрасная бижутерия, которая прекрасно носится и долго-долго сохраняет товарный вид при соблюдении элементарных правил при ношении бижутерии. Вот эти сережки тоже красивые. Все камушки закреплены. Везде циркончики. Вот здесь вот маленькие камушки закреплены. Сейчас попробую поближе показать. Они малепусенькие, но при этом все закреплено. Очень красивые сережки. Мне они тоже понравились. Ну, раз не хочет дочка носить больше розы. Но я думаю, что у нее настроение еще переменится. Она еще про них вспомнит, когда приедут голубые. На этом сегодня все. Все ссылочки есть внизу в описании. И в завершение хочу сказать. Если кому-то нужны коробочки, не обольщайтесь в каких-то магазинах там Еманго или еще что-нибудь. Ради коробок покупать какую-то бижутерию лично я не вижу смысла. Одну коробку, вот эти коробки я покупала у продавца по акции по 45 рублей всего лишь за штуку. Здесь коробка она очень большая. Сюда и серьги, и колечко, и даже для цепочек. Вот здесь вот есть прорези. То есть что хотите, то и храните в этих коробочках. То есть, в принципе, переплачивать продавцу за не самую лучшую, может быть, бижутерию, ради того, что он пришлет вам не в самой лучшей коробке, это я не вижу смысла. Если вы хотите коробочек, закажите их отдельно. И, кстати, вот эти вот серьги приехали вот в такой вот коробочке. То есть продавец бесплатно положил вот такую вот коробочку. К этим сережкам была вот эта коробочка бесплатно. Так что я так подозреваю, что продавец все свои украшения посылает в каких-нибудь вот таких вот дешевеньких коробочках. Это мелочь, но очень приятная. А на этом сегодня все. Все ссылочки внизу в описании под видео и в комментариях. Всем удачных покупок. Пока-пока.